Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы будем выяснять, какой же йогурт вкуснее всего. Здесь у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять йогуртов разных марок, но все они с одним и тем же вкусом, со вкусом клубники. Я уже снимала подобное видео, но там были йогурты разных марок и разных вкусов. И мне кажется, это не очень-то и честно. Потому что на мой вкус самый вкусный йогурт это с клубничкой. Давайте сделаем немножко вот так вот, а то вообще меня не видно. Давайте начнем с моего любимого. Кстати, от Чудо у нас два, потому что этот не в счет. Это мой любимый и он чуть дороже, чем все эти йогурты. То есть это не один и тот же ценовой сегмент. Давайте начнем. Я уже один раз его это тестила и была просто в восторге. Вот так вот выглядит твороженое. Называется он два слоя творожок. И он очень классно. Вот смотрите, какие звуки издают. Пузырьки лопаются. Ммм, как же это вкусно. И внизу здесь такое, как варенье. Здесь прям чувствуется клубника. Очень нежный такой, знаете, творожок. Очень нежный. Просто обалдеть. Вообще я знала, что этот будет самый вкусный, потому что я его пробовала, я его постоянно покупаю. Это просто моя любовь. Я вообще изначально хотела снимать видео для вас, активе и все вкусы активе. Выбрать самые лучшие. Но потом я пошла в супермаркет и увидела, что там всего 4 или 5 видов активе. Вроде, знаете, на полках лежат очень много, а все одно и то же. Один и тот же вкус. В общем, этот чудо, он просто чудо. Он просто обалденный. Я его обожаю. Здесь немножко осталось. Я специально доедать не буду. Оставлю себе. Следующий у нас растишка. Вот так вот он выглядит. Немножко отсвечивает вам. Растишка, как я слышала, это что-то детское. Без консервантов. Но это не точно. Давайте попробуем. Он такой, знаете, более жидкий. Но не пахнет клубникой вообще. Ммм, вкусные. Вкусные. Мы будем в конце выбирать лучшее первое, второе, третье место. Все классно, но не пахнет клубникой. Не знаю, хорошо это или плохо, но не чувствуется, что это прям клубничный. Такое ощущение, что какой-то ягодный. Приятный запах, но вот прям как клубника не пахнет. Следующий. Вкусно, но не вау, так скажем. Следующий давайте попробуем активия. Он стоил, кстати, 79 копеек. Он был на скидке. О, здесь, да, здесь уже пахнет клубничкой. Так, здесь уже внутри, посмотрите, такие частички клубники. Какие-то. Ммм, как вкусно. Он слаще, чем растишка. И внутри прям чувствуются кусочки фруктов. Очень, очень нравится. Прям как будто, знаете, кусочки клубники просто накрошили и покидали сюда. Запах. Классный запах. Люблю, когда прям пахнет клубничкой. Такое ощущение, что вот свежую клубнику кушаешь. Давайте один из дешевых. Где он? Где он? Вот. Савушкин йогурт клубника. Вот так вот выглядит упаковочка. Так, посмотрим настройки. Все замечательно. Открываем. Ой, какой он жидкий. Ну, понятное дело, дешевый будет как питьевой. Здесь тоже кусочки. Вот. Вот такая вот консистенция, видите. Он прям жиденький, жиденький. Вот. Но кто-то любит именно такой йогурт. Неплохо. Но почему-то он напоминает что-то такое синтетическое. Как будто он не натуральный. Может это потому, что я знаю цену. Вкусно. Неплохо. Кусочки фруктов. Не так много фруктов, например, как в активе. Но неплохо. Учитывая ее цену, нормалек. Следующий данон. Данон я люблю. Творожный. В общем, много всяких вариантов. Я взяла самый бюджетный. Потому что мы сравниваем именно бюджетные сегменты. Если не считать вот чудо. Вот он чуть подороже. Будет так хочется облизнуть. Но я себя останавливаю. Потому что под прошлым видео мне писали в комментариях, что Айка, что ты делаешь? Ой, да. Как он пахнет. Запах самый крутой у активе. Но на цвет можете наблюдать, что он не самый такой, знаете, розовенький. Больше напоминает персик. Неплохо. Но для меня он недостаточно сладкий. Я бы сюда еще бы добавила сахара. Но вкуснее. Это просто... Обалдеть, как вкусно. Так, дальше. Дальше у нас есть чудо. Вот такое вот. Самое обычное, самое простое. Здесь у нас мило. Давайте мило. Потому что это азербайджанское производство. Написано челли. Что значит клубничка. Здесь он совсем такой персиковый. Кустота. Ну вот, как вы видите, он жидковат. Мне нравится. Мило. Очень вкусно. Но вот клубника не пахнет. Вкусно. Учитывая, что мило один из самых дешевых, он очень вкусный. Но не напоминает именно клубничку. Клубничка больше всего чувствовалась вот в этом активе. Реально, как будто вот кусочки клубники кушаешь. Давайте дальше. Осталось у нас три йогурта. Потом буду доедать после видео все эти йогурты. Давайте вот такой вот попробуем, который я никогда не пробовала. Называется он Ичим. Интересно. Какие-то надписи на арабском. 60 грамм. Открыли. О, господи. Как он пахнет, ребят. Это прям, знаете, не очень похоже, что он натурально так пахнет. В общем, такой, знаете, достаточно густой. Ой, он очень густой. Посмотрите. То есть это прям желе такое. Ребята, что это такое? Сладкий, пахнет клубникой. И еще такой, знаете, густой. Смотрите. Тут внутри есть. Он настолько густой, что... И последний, два. Это у нас Эрмигурт и Чудо. Открываем сначала Эрмигурт. Вот у Эрмигурта были самые худшие упаковки. Они почему-то все были какие-то помятые. Это не просто из-за транспортировки. Здесь пластик, он такой более плотный, а здесь более тоненький. Еще плюс какие-то наклейки повсюду. Вот это все отваливается. Со сроками все нормально. Надо посмотреть. Все нормально. Нормалек. Пробуем. Вкусно. Вкусно, но ничего такого, знаете, вау. То есть обычный йогурт. По пизибальной шкале четверочка. Кусочки фруктов здесь нету. Просто есть имитация. Какие-то красные штучки внутри. Типа это кусочки фруктов. И последнее, что мы с вами. Чудо. Чудо всегда является моим фаворитом. Ну, не знаю, в данном случае не пахнет клубничкой. Но внутри частички, как будто клубники. Давайте теперь подведем итоги. И узнаем, какой самый вкусный йогурт, по мнению Аль Кемеле. Все познается в сравнении. Я сравнила все йогурты со вкусом клубники. И мой фаворит, если не считать вот это. Чудо творожное. Потому что все остальные, это самый бюджетный вариант этих линеек. А это, ну, такой середнячок. Поэтому его мы считать не будем. Но он на самом деле самый вкусный. Поэтому у него есть братик, чудо-другой, бюджетненький. Вот он у нас участвует. Итак, первое место я бы хотела выделить Активи. Я не ожидала. Но реально и пахнет обалденно. И внутри кусочки фруктов. И прям вот-вот. Написано 100% без консервантов. Не знаю, насколько это правда. Но хочется в это верить. Следующий, который мне понравился, это вот этот вот ИЧИ. Да, он назывался. Он очень густой. Очень круто пахнет. Очень. Прямо такое ощущение, что ты в руках держишь клубнику. И он на самом деле очень густой. Это второе место. Третье. Третье, кстати, трудный выбор. Давайте, наверное, растяжку. Да. Первое, второе, третье место. Меньше всего мне понравился. Не знаю. Вот, наверное, это дано. Вот. Но все остальные плюс-минус мне понравились одинаково. Лучше всего Активи. Респект. Молодцы. Сейчас, кстати, скидки были в Браво. Именно на Активи. Он стоил раньше монад. Сейчас стоит 79 копеек. Вот и чим и растяжка, они одинаково хороши, но просто хороши для разной аудитории, мне кажется. Если вы любите именно сладкие йогурты, то вам и чим. А если вы не очень любите сладкое, то растяжку. Вот такой вот у нас конкурс. Если вам нравятся подобные видео, я могу почаще снимать для вас. Не только просто мукбанг, а сравнение каких-то продуктов. Вот я, например, думаю, можно сравнить все чипсы, которые есть сейчас у нас, например, в Азербайджане. Выбрать самые лучшие. Ну, я даже уже знаю. Принглс. Я обожаю Принглс. На этом все. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. С вами Блайка Эмили. Всем пока.